Перед тем, как отправиться на каникулы, депутаты 6-го созыва Джигурку Кенеша успели одобрить некоторые законопроекты, касающиеся многих сфер. Среди них оказался закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере избирательного законодательства. После рассмотрения о вносимых изменениях президент также подписал данный закон. Разумеется, все нововведения направлены на пресечение нарушений во время выборов и улучшение защиты избирательных прав человека. Как известно, на любых выборах не только в Кыргызстане, но и во всем мире злободневная тема считается подкуп голосов. Поэтому в измененном законодательстве есть несколько моментов, касающихся личности, занимающихся сбором голосов избирателей. Если ранее по закону к ответственности привлекался только сам кандидат, его представители или близкие люди, то согласно новому закону, круг объектов был расширен. Теперь любой, кто занимается подкупом голосов, будет привлекаться к ответственности. Значит, ответственность, которая предусмотрена в законе, это штраф от 180 до 220 тысяч суммов. А вот ответственность кандидатов, их представителей и родственников, она гораздо больше. Конечно же, это штраф от 220 до 260 тысяч суммов, а также лишение свободы на срок до двух лет шести месяцев. При этом в законе, в части кодекса о нарушениях, также есть соответственность граждан, которые принимают эти денежные средства, но она предусмотрена практически в размере самой суммы, скажем, вознаграждения за кодкуп, это 3000 сон штраф. И в случае, если гражданин сам сообщил о том, что кто-то раздает, а он получил, то он освобождается от привлечения к юридической ответственности. Кроме того, изменения в законе также будут касаться злоупотреблений административными ресурсами. Ключевой момент заключается в том, что если лицо, использовавшее ресурсы не по назначению, окажется должностным лицом, то помимо штрафа в сумме от 20 до 30 тысяч суммов, в отношении этого сотрудника выйдет запрет занимать определенные должности. Нередки ситуации, когда кандидат предоставляет о своей личности заведомо ложные сведения или скрывает моменты, которые могут препятствовать баллотироваться. Теперь в отношении таких лиц также будут приниматься юридические меры, чего ранее в законе предусмотрено не было. Мы в последнее время выявляли такие случаи, когда судимость обнаруживалась, либо гражданство другого государства. И в законодательстве не было юридической ответственности за такие нарушения. И сейчас она введена, тоже штраф от 20 до 30 тысяч суммов. Если это нарушение совершено лицом, которое уже занимало определенную должность, государством, муниципальным служащим, то в дополнение к штрафу, который предусмотрен для всех, добавляется наказание в виде запрета занимать определенные должности. Добавим, что срок подачи заявлений в суд о нарушении избирательных прав гражданина увеличен с двух дней до трех. Разумеется, изменения касаются и тех, кто будет соответственно заниматься сбором итогов голосования. Напомним, выборы в седьмой созыв депутатов Джогурку Кенеша назначены на 4 октября 2020 года. Мирим Кубаначпек, Забек Туркалыков, Новость Ошпере.